коллеги я вас приветствую продолжаем делать клиенты для чата на которой написано сигнал art лежит на сервисе который может авторизоваться на другом сервисе который называется identity и сегодня у нас по счету уже 3 по моему да четвертый уже клиент который в этот раз он будет на джава скрипте я его специально написал на как написал я достаточно плохо знаю javascript вынужден сознаться поэтому на old school нам если так можно варианте написал джава скриптовое приложение в общем давайте посмотрим что этот надел но перед этим хочу вам напомнить что лучше всего подписаться чтобы не пропустить новые видео и в общем то поставьте обязательно колокольчик чтобы получать нитификации но если вы станете еще и спонсором ну в общем это будет просто обалденная помощь каналу спасибо и поехали итак у нас уже готова какая-то часть функционала надо сказать что у нас есть так называемый identity сервер это отдельный стоящий микросервис есть чат как я уже говорил который сигнал архаб собственно говоря и уже есть определенное количество клиентов которые были реализованы в прошлых видео в общем то можете посмотреть сегодня будем говорить про javascript и перед тем как начать давайте переключимся visual studio я запущу покажу как это работает а дальше уже будем по коду пробежаться и так уже есть некоторое количество проектов у нас и серверы консоль вино и в общем-то меня попросили сделать поподробнее давайте сделаю немножко поподробнее новый проект который будет на джейси ну на javascript для этого нужно в общем-то создать чистый проект я использую этот netcore empty solution смысле empty template выбирая его здесь я ну давайте я выберу туда куда его нужно положить это будет youtube это будет сигнал ар это будет ну давайте 10 новую папку создадим так выбрать эту папку а проект назовем вот таким вот образом ничего не будем создавать она сама и создаст сигнал арда javascript отлично запускаем проект не нужно хотя можно давать пусть остается и чтп с это в принципе по большому счету он не нужен итак проект создался давайте я сейчас немножечко превращу его в реальное приложение чистый абсолютно проект давайте покажу что здесь абсолютно ничего сейчас нету сейчас он даже запустится для того чтобы его превратить так сказать в хост для javascript а ну для начала давайте я все-таки по образу и подобию наведу порядок небольшой чтобы мне его стартовать было гораздо удобнее я удалю все что связано с и из это профиль и его настройки здесь я сделаю чистоту здесь я тоже почищу все чтобы было чисто здесь мы ничего не меняем а вот здесь мы удаляем роутинг и and points они нам здесь не нужны но для того чтобы у нас стало это все как бы работа для начала мы сделаем дефолт файл с это чтобы он находил индекс html которая собираясь создать и еще одной и еще одну создадим настроечку добавим который называется static нет static files это как раз чтобы статичные файлы обслуживать но и естественно статичные файлы по умолчанию могут лежать в папке www root войти создадим и естественно в этой папке тоже должен быть файл специальный ну или дефолт html или индекс html html вот таким вот образом я его поставлю теперь у меня есть индекс страничка теперь у меня здесь все готово для того чтобы начать писать код но я сэкономлю ваше время единственно что я покажу как я сюда настроил добавил скрипты есть client сайт library и здесь можно выбрать ну например bootstrap и выбрать конкретные файлы которые вам потребуются для того чтобы так я выбрал нет не выбрал на bootstrap вот он bootstrap до 51 и я выберу только min.js и для красоты еще добавлю сюда bootstrap min.css нажму install они добавятся в папку и в конце как называет а в джейсон объекте в джейсон файле пропишется информация о том что я установил этот самый библиотеку ну и мне потребуется еще и сигналар давайте я тоже его добавлю таким же образом в общем покажу сигналар их на самом деле много sp нет это старый вот я вот это буду использовать сигналар мин да хочу install install вернее ну и теперь это все нужно добавить на юай ну в общем я сэкономлю ваше время я немножечко подготовил данные вот я их добавил уже в этот проект и в общем то давайте я запущу покажу что у меня есть как вы понимаете тот же самый принцип есть место для входа есть место для отображения пользователей есть место для сообщения вывод ну и в общем вот тот самый логин давайте для начала запустим сервис авторизации чтобы мы смогли получить токен можно принципе и 5 а сразу запустить пусть параллельно стартует так этот стартанул этот стартанул отлично и теперь когда я нажимаю да когда я нажимаю get токен мой в общем то клиент идет тот самый identity сервер получает этот токен вы его видите и теперь я могу подключиться вот пошел произошло подключение вижу список пользователей но для того чтобы это было понятно я здесь сделал три консольных давайте вот консольного клиента один мы подключаем у нас здесь 2 теперь у меня их 2 если я подключу консольного клиента 3 вот он получается 3 ну и вот сообщение полетели так давайте чтобы видно было вот сообщение летят между ними и в общем то это как бы работает но давайте еще для приличия подключим не давайте отключим консольное приложение и подключим да и подключим до пив клиент здесь можно юзер один здесь заведем логин пароль нажмем вход получили токи нажимаем connect пользователи подключены отправляем вот такие вот так это можно свернуть сообщение но и как вы видите между собой это все прекрасно работает и надо сказать что у нас есть ли будет нажат выход то в общем так как вы видите дисконнект произошел ну и наоборот если здесь зайду и напишу сообщение теперь нажму давайте вот так сделаем вот здесь выход то соответственно клиент вышел отсюда возможность передавать сообщение удалилась и здесь у нас остался опять один человек в чате это самая печальная картинка на мой взгляд ну и давайте теперь немножко пробежимся по коду опять же постараюсь не растягивать покажу что из чего состоит это нам принципе не нужно значит так ну во первых разметка да я думаю что здесь все просто я использовал чистейший java script без каких-либо ну так сказать олдскульный подход без каких-либо спа я думаю вы зная спа как они работают вы с легкостью это сможете реализовать на любом фреймворке и так есть форма входа и здесь у меня есть месседжи все прописано на идишниках обыкновенная стандартная разметка единственное что я хочу сказать что из этих папок bootstrap из папки сигналар я вот таким вот образом перетащил сюда прям скрипты чтобы не добавились и это все что нужно было сделать ну а теперь давайте залезем страшный для меня джаваскрипт код я не считаю себя специалистом по джаваскрипту поэтому прошу меня жестоко не критиковать в общем то вообще прошу не критиковать итак у меня есть url подключению я подписался на клики конкретных кнопок и у меня есть старт есть подключение connection давайте даже вот так вот есть у нас быстрая команда вот такая нет вот такая вот и здесь у меня когда определяются все функции и все переменные в общем-то у меня есть build connection давайте тогда с него и начнет как только у меня приложение стартует у меня происходит подключение к сигналархабу то есть верно настройка connection а мы подключаемся делаем как ты подписки на события апдейт пользователей и send message и на он close я просто сбрасываю значение параметров просто делаю невидимым некоторые кон контрол и и так что у нас здесь происходит когда мы подключим получаем список пользователей то мы все существующие удаляем и через for конструкцию закидываем новые пользы то есть они перетираются я не парился по поводу на там нитифай property change или нокаут кстати можно было нокаут использовать но неважно и в общем-то на он close я удаляю как я сказал а здесь когда мы отправляем сообщение я получаю идентификатор пользователя а сюда я уже передаю юзер интерфейс так я вас я вас обманул нет это ко мне приходит сервера я подписался на него и при получении сообщения от пользователя я у просто добавляя список ли вот это ну смысле лист айтем да то есть он как-то в общем не сортированный список вот он находится на юай и это собственно игра все что нужно сделать что подключиться то есть я настроил подключение и настроил что делать при получении событий дальше мы производим логин здесь тоже на самом деле очень просто хотя нет есть некоторые нюансы смотрите для того чтобы не давайте не так есть правильный вариант получения токена и этот правильный вариант получения токена я уже показывал давайте я наверное вот что сделаем я вам покажу страничку я когда-то делал набор видеороликов по авторизации и аутентификации к identity сервер и здесь вот этот кстати и репозиторе находится ссылка если что я положу в описании здесь есть как раз то что называется правильное подключение вот есть авторизация на иденти джава скрипт с иденти сервером там используется специальная сборка ай айди нет open айди коннект и там рассказывается и там я рассказывал показывал как сделать правильное подключение через юзер-менеджер чтобы можно было контролировать этот процесс можно использовать выход и я рекомендую посмотреть вам ее и возможно это будет наверное самый правильный вариант получения токена и его инвалидация поддержка выхода собственно говоря используют этот вот вариант но так как я сейчас пошел по другому пути мне нужно было сформировать тот самый xml http request как вручную полностью и для того чтобы его отправить нужно сформировать как раз вот этот вот где называется encoded data да то есть объект который будет передаваться на identity сервер чтобы он правильно вас понял и выдал вам токен в общем что здесь происходит ну во первых я получаю пользователей пароль собственно игра из этих самых контролов которые input и хитрым образом прокидываю дополнительный параметр как вы помните для identity сервера важно чтобы был самый grand type скоб клиента иди client secret ну и в общем вот эта вот штука в коллекцию напихивает пары сообщений ну и потом специальным образом я их склеиваю между собой через опять же через энкодированные эти вот значки чтобы поменять ampersand нам вот этот вот энкодинг ну и дальше в общем то я создаю xml request все в собственно как обычно подписываясь на статус 4 когда он завершён давайте здесь покажу что происходит когда у меня токен получен у меня и вот этот response текст содержит как раз токен из которой я пытаюсь распарсить получи обратиться к нему и в противном случае я говорю что сорян ничего не получилось ну и включая собственно играют панель user bar которая у нас user bar где-то так user bar вот она то есть я включаю кнопки connect и disconnect грубо говоря дальше все это конечно запускается через асинхрон то есть вот эта штука говорит что запускается асинхронно и в общем то нужно обязательно указать как раз контент type в противном случае у вас не получится получить токен один сервер вас вернет и в общем на результатом действия этого метода у меня токен я складываю его вот сюда и потом в общем то когда я делаю connection я этот токен где-то здесь вот подключаю сейчас покажу момент вот то есть не просто так я сначала получаю токена потом делаю хаб connection ну надо понимать что все взаимосвязано и вы без токена пойдете на идентифи сервера вас пошлют ну смысле вам не дадут ничего так логин посмотрели дальше connect коннекции очень просто у меня есть старт функция и давайте я вам покажу где-то тут она была вот она и здесь на самом деле тоже все очень просто вызывается через strike edge connection старт и если удачное подключение то у нас в общем то все зашибись и я открываю после удачного подключения все доступные кнопки доставляю формы и открываю возможность отправлять сообщения здесь тоже на самом деле все очень просто я беру имя пользователя и message который он хочет отправить и connection invoke название метода и параметры тоже как бы на самом деле никаких проблем нету я думаю что это понятно ну и в общем то disconnect кнопка она делает на самом деле элементарные вещи и мы делаем connection стоп и соответственно вот 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 к собственно игре вся программа есть больше собственно делать ничего еще раз повторяю вот получение токена это не совсем правильный подход это такой это просто получение токена не больше не меньше правильный вариант для джесса это использование специальной библиотеки которая реализует и возможность выхода из всех клиентов да то есть если вы открыли несколько табов и на каждом зашли при нажатии кнопки выход выход будет произведен со всех табов это на самом деле очень удобно более того здесь я получаю просто токен а если использовать правильный подход с того вот с этого вот видео то у вас появляется дополнительные возможности у вас будет персистентно хранится данные на сервере identity сервер и валидации вход вам уже будет нужно происходить то есть нужно будет то есть она уже будет реализована на identity сервер который должен быть подготовлен к этому в общем посмотреть всю ветку видео это все список роликов по авторизации и аутентификации вот вот такая вот штука получилось на самом деле на этом я наверно с вами попрощаюсь вам спасибо что комментируете спасибо что смотрите ну и как правило нужно писать правильный код вы же об этом знаете что у нас есть и и и и и